Будь с нами, Дух Святой, и веди нас дальше. И я молюсь, Дух Святой, чтобы Ты говорил к нашим сердцам, чтобы Твое Слово сегодня утверждало Твою истину и Твою победу в жизни каждого человека во имя Иисуса. И весь народ скажет Аминь. Слава Господу! Приветствую вас, друзья! Рад быть сегодня с вами, рад быть частью церкви. Давайте мы присядем. Вы знаете, я прежде всего хотел бы сказать огромную благодарность, слова благодарности вам, пасторам, лидерству церкви, что вам не безразлично, вы не стоите в стороне от того, что происходит в Украине. Я действительно знаю, что ваше сердце, оно открыто, и мы все сопереживаем тому, что происходит в нашей стране, и действительно я очень сильно верю в силу молитвы. И благодарю, что ваше расстояние не мешает вам разделять с нами переживания, разделять беспокойство и содействовать тому, чтобы эта ситуация изменилась и чтобы Господь установил свой порядок. Вы знаете, церковь имеет власть, и эта власть, она в духовном мире. И когда мы молимся, это имеет сильнейшее влияние. Огромное спасибо, что каждый раз, собираясь, вы возвышаете молитвы за Украину. Это очень ценно, то, что вы поддерживаете. Действительно, действительно, события пока еще не наилучшие, как это хотелось бы. Действительно, есть вопросы. И прежде всего, как у нас, у верующих людей, есть эти вопросы, прежде всего, к Богу. Мы часто задаем ему вопросы, почему. Но, знаете, я услышал, не знаю, насколько я не знаток языков, но говорят, что на китайском языке нет слова «почему». Есть слово «для чего». И поэтому, когда происходят события, мы часто задаем вопрос Богу «почему». И я думаю, что более правильный вопрос «для чего». Что есть в сердце Бога? Что Бог преследует или хочет совершить через эти события? И, знаете, я благодарен Богу за одно из величайших достижений или позитивных вещей, которые происходят на Украине, в Украине. Правильно говорить, в Украине. Я сам себя дисциплинирую в этом, потому что, ну, так вот, мы не говорим на России, мы не говорим на Америке, мы говорим в Америке, так само мы говорим в Украине. Но одно из величайших достижений – это то, что церковь, она дышит в унисон событий происходящих. Вы знаете, вот семь месяцев, и, наверное, из этих семи месяцев событий, которые происходят в Украине, не менее пяти месяцев, может быть, наверное, больше, наверное, с первых дней на площади в Киеве, а последние пять месяцев в каждом городе Украины происходят молитвы, молитвы. И молитвы не просто в церквях, церковь вышла на улицу, чтобы молиться. И мы уже не берем разрешение, мы уже даже как-то этот вопрос, это естественно, это само собой. Даже интересно, что вчера я смотрел новости, что власти Донецка призвали граждан выходить и молиться за мир в Донецком регионе. Слава Господу! Друзья, когда общество понимает силу и ценность молитвы, тогда мы можем рассчитывать на то, что Бог, совершив свою волю, наладит ситуацию на благо каждому живущему. Аминь. Потому что наибольшее желание Бога, чтобы Его Царство, оно захватило сердце каждого человека. Поэтому действительно неспокойно, и если мы можем продолжать молиться, это будет правильно и очень-очень ценно. Действительно такое время, когда... Вы знаете, я увидел, что мы не только, как церковь, начали понимать свою роль в молитве, в городе, или быть частью молитвы, стоять в проломе перед Господом. Мы осознали, по крайней мере, я скажу о своих некоторых переживаниях этого последнего времени. Еще в начале года не так много событий предшествовало тому, накануне этого года. Господь начал много говорить в мое сердце о том, что церковь, она должна осознать ответственность свою не внутри себя, а свою роль вне себя, когда мы должны выйти за пределы церкви и больше и больше служить этому миру. Знаете, я обнаружил, что мы ждали часто людей в церкви, а они ждали нас вне церкви. И когда мы это поняли, мы вдруг встретились. Мы вдруг встретились. Знаете, мы имеем такой интересный опыт, когда мы призвали домашние группы перестать собираться в своих домах очень часто. Но как минимум 50 на 50 мы должны выходить на улицы и проводить время с людьми. По-разному быть с детьми, быть с родителями, молитвенные места, молитвенные точки, убирать улицы, проповедовать Евангелие, служить семьям. Я увидел сердца людей достаточно открыты, достаточно открыты, чтобы говорить о Господе, чтобы искать помощи, чтобы искать поддержки. И нам нужно вспомнить об этом снова и снова. Я знаю, что вы активны также в этом. Но тело Иисуса Христа. Мы очень часто разделяем священодействие в церкви и жизнь христианина вне богослужения. Но Иисус Христос, а точнее апостол Павел передает мысли. Сердце Бога, он говорит, что мы есть царственное священство. Мы те, которые несем царскую роль в этом обществе и священническую роль. Нам нужно влиять на этот мир, принося ценности и сердце, открывая сердце Бога этому миру. И да поможет нам в этом Господь. Но знаете, сегодня как-то утром я молился и снова говорил Господи, вы знаете, ну когда ты приезжаешь в другую церковь, что Господь хочет говорить к нам. И может быть на фоне событий происходящих, но снова и снова поднимается в нашем сердце, в моем сердце мысли, почему в нашей жизни мы встречаем скорби. Не так давно, несколько недель назад, также погиб, кто знает, я думаю, многие из вас знаете, был расстрелян пастор в Мариуполе Сергей Скоробогач. Мы очень знакомы были, очень близки были. Но так вот случилось. Просто на улице, в автомобиле, на мосту случайные пули, но все же и жизнь обрывается. Четверо детей, церковь, служение, что-то останавливается. Друзья мои, мы в своей жизни встречаем скорби. У нас у всех возникают вопросы, что с этими скорбями делать, как нам на это реагировать. И поэтому сегодня я хотел бы говорить на тему причины бурь в нашей жизни. Я увидел, что скорби будут в нашей жизни в любом случае. Несколько мест писаний, можете записать или смотреть вместе со мной. Псалом 33, 20 стих. Всем знакомы эти слова? Много скорбей у праведника. Псалом 33, 20. Но и от всех их избавит его Господь. Иван Леотеяна, 16 глава, 33 стих. Иисус сказал такие слова. Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом мире вас ожидают невзгоды. Давайте скажем невзгоды. В этом мире вас ожидают невзгоды. Или в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Другой перевод говорит, но не отчаивайтесь. Но не отчаивайтесь, я сильнее этого мира. Проблемы, бури неизбежны в жизни каждого человека, живущего в этом мире. И я думаю, что живя на этой земле, это для нас уже, но такой факт, который мы не можем изменить. И это объяснимо. Потому что весь мир лежит во зле. Грех о падении человека изменило ситуацию в этом мире. И действительно мир пропитан трудностями, испытаниями и скорбями в нашей жизни. Но знаете, наша реакция на проблемы и трудности в жизни, она зачастую неадекватна. Мы так возмущаемся на трудности, как будто для нас это новость. На самом деле Иисус предупредил нас. Иисус предупредил нас. Нет ничего, что происходит в нашей жизни, о чем бы ни говорил наш Господь. Аминь. И очень часто мы неадекватно на это реагируем, как на какое-то аномальное явление. Что-то неестественное, что-то ненормальное. Послушайте, отсутствие проблем, это признак того, что ты наверняка уже не на этой земле. Ты уже в раю. Больной человек в реанимации делает ему операцию, критический момент. И врачи кричат, мы его теряем, теряем. И вдруг голос, мы его находим, находим. И ангелы в белых халатах его встречают и говорят, приобрели. И пришел мир в жизнь этого человека, потому что он оставил грешную землю. Друзья мои, но если мы все еще здесь, трудности, это не аномальное явление. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Но знаете, что для меня стало важным? Понимать. Почему? Понимать для чего? Осознавать, чтобы не стать самому причиной этих проблем. Когда мы понимаем, откуда. Когда мы понимаем, что стало причиной, мы сможем адекватно, правильно, объективно реагировать на вызовы или на бури в нашей жизни. Когда мы смотрим Библию, мы увидим в Библии три разных шторма. Три бури, которые произошли в жизни разных людей. И они были по разным причинам. И на них я хотел бы остановиться. И давайте откроем вместе со мной. Это книга пророка Ионы. Всем знакомая история. Действительно, трудности неотъемлемая часть нашей жизни. Но они бывают разные. И возникают по разным причинам. И когда мы понимаем, что стало причиной, мы сможем понять, что с этим делать. И первая причина бурь, это буря из-за непослушания в нашей жизни. Вы знаете, непослушание это твой личный выбор, но это не выбор без последствий. Непослушание это я лично выбираю, повиноваться или не повиноваться. И Бог действительно дал свободный выбор человеку, но всегда предупреждает. За выбором есть цена. Аминь. Иова, первая глава, со второго стиха. Я открыл не ту книгу. Давайте откроем. И первая глава, со второго стиха. Встань и иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать, фарсис, от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в фарсис, отдал плату за провоз, и пришел, и вошел в него, чтобы плыть с ним, фарсис, с ними фарсис от лица Господня. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Друзья мои, человек Божий, христианин, служитель. На самом деле, Иона занимал позицию власти в государстве Израиля. Бог посылает его с посланием в другую страну. Страна, которая принесла много боли Израилю. Страна, по отношению которой у Ионы не было свободного, чистого сердца. Знаете, что я увидел всякий раз, когда я с чем-то не разберусь, Бог вроде дразнится с нами. Он создает обстоятельства, с которыми я всегда вынужден опять встретиться с тем человеком, с которым я точно встречаться не хотел бы. И всегда люди говорят, ладно, похоже, Господь призывает меня в другую церковь. И когда ты приходишь в другую церковь, тебя ждут именно те же люди. Потому что то, с чем ты не разобрался, ты можешь игнорировать этим, но этим не будет игнорировать Господь. Аминь. И Бог посылает Иону. Иона встает. Всегда. Знаете, я увидел, когда мы будем смотреть на жизнь Иисуса, всегда Его слова вызывали определенную реакцию. Либо люди падали и каялись, либо люди вставали и шли против Него. Всегда в результате проповеди Иисуса кто-то сокрушался, кто-то ожесточался. Иона слышит слово от Бога, и это вызывает в его жизни неправильную реакцию. Многие из нас, мы переживаем это в своей жизни на каком-то этапе, когда Бог призывает нас. Мы имеем выбор, повиноваться Его воле или идти против Него. Но я хочу сказать, когда ты ничего не делаешь, это то же самое, что идти против Него. Всегда непослушание, оно поднимает сильный ветер. Всегда непослушание, оно вызывает противостояние, вызванное самим Богом. Иона 2 глава, 1 стих. Это уже был момент, когда Иона... Знаете, есть моменты, когда все молятся за тебя, а ты не молишься, потому что, знаешь, тут не молиться надо, а менять что-то надо. Вот Иона в подобной ситуации, все там на корабле, все молятся, приходят, а он сидит. Он понимает, если я начну молиться, значит, мне нужно будет каяться, мне нужно что-то делать. Почему некоторых людей сегодня нет в церкви? Я имею в виду в смеле, здесь все, кто... Вы здесь все, слава Богу. Но некоторые у меня не приходят, они знают, что прийти это, значит, что-то надо поменять. Они знают, прийти это, значит, надо стать активным. Они не хотят стать членом церкви, потому что они знают, это значит, нужно взять ответственность. И поэтому у них масса причин, почему они не делают этого. Понимаете? Потому что ты знаешь, ты знаешь. Ты можешь обмануть кого-то, но ты знаешь. Ты можешь убеждать нас. Но когда мы остаемся наедине, когда мы остаемся наедине, моя жена говорила моему сыну. Сын, знаешь, самый большой обличитель в моей жизни, это момент, когда я начинаю молиться. Я могу думать по-своему, по-другому, у них просто схожий характер с сыном. И иногда, но опыт жизненный и отношения с Богом, они учат разбираться с характером или с какими-то неправильными реакциями. Но когда ты приходишь к Богу, ты уже знаешь, что тебе с этим делать. И он отказывался это делать. Он оказывается в очреве кита. И мы смотрим первый стих второй главы. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону». Всякий раз, чем дольше ты упорствуешь в противостоянии, тем глубже ты погружаешься. Чем дольше ты упорствуешь, тем глубже, тем объемней твои проблемы. И сегодня мое слово, которое вам нужно будет передать кому-то, кто упорствует, потому что здесь нет таких, наверное. Но если ты чувствуешь, что в каких-то вызовах, которые бросает тебе Бог в твоей жизни, а ты упорствуешь... Послушайте, друзья мои. Это не был вопрос греха. И он, а не упорствовал в вопросе греха. Знаете, к сожалению, я это постоянно говорю, верующие люди, имея отношение с Богом уже долгие годы, они продолжают соизмерять свою покорность Господу, тем грешат они или нет, а не тем, повинуются ли они воле Божьей или нет. Мы все еще думаем о том, что если я... Ну, знаете, поговори с неверующим человеком, он говорит, ну я не пью, не курю, например, жене не изменяю, за что я в нем в ад. Мы рождаемся свыше, и мы говорим, я родился свыше, я не пью и не курю, да я еще и в церковь хожу. Так я точно благоугоден Господу. Иона не делал греха даже в этом случае, просто он не захотел идти на евангелизацию. Просто он не захотел взять ответственность за призвание на своей жизни. Если это по-другому, вы можете не принимать мое слово. Но Писание именно так показывает. Просто Бог сказал Иона, please, сходи в Неневию и скажи им, я их через три дня уничтожу. Даже плохую новость ему не хотел изнести. Вы помните, когда он все-таки согласился? Знаешь, Бог, когда... Ведь посмотрите, Бог дал ему послание, которое полностью должно было устраивать Иону. Ну, потому что, когда все-таки Бог не погубил их, а пожалел, у Иона депрессия началась. Он был в большой печали. Ну, так ведь? Ведь сердце Бога было не в уничтожении, но Бог хотел бросить вызов Неневии. Но если бы Бог сказал Неневии и Ионе, что иди, скажи, что покатись, я их помилую, он точно бы не пошел. Но знаешь, что я увидел? Что когда твое сердце не настроено повиноваться Богу, как бы мягко Бог тебя не просил, тебе все равно тяжело повиноваться. Когда мое сердце имеет огрубелость в послушании, я готов упорствовать. Ион оказывается в чреве кита. Книга Иуды, 1 глава, 11 стих. И там Бог говорит, что в упорстве погибают, как корей. Друзья мои, всякий раз, когда я стою на путь упорства, я стою на путь погибели. Самоуничтожение. Самоуничтожение. Еще раз, и я не говорю даже о категориях греха. Я знаю, что когда я не повиновуюсь тому, что есть побуждением и вызовом от Господа для меня, я деградирую. Я хочу сказать больше того. Больше того я скажу чуть дальше. Но посмотрим давайте на другой пример. Посмотрите, а Савву, что Бог сказал ему, когда встретил его? Трудно тебе идти против рожна. Я заинтересовался словом рожон, о котором говорит Иисус. Что значит идти против рожна? Рожон это был инструмент охоты на медведей. Когда охотник шел на медведя, это такая была палка с металлическим наконечником острым. И на конце этого наконечника была металлическая перемычка, как перекладина. Медведь, когда шел на охотника, он выставлял этот рожон, но медведь смотрел на добычу, смотрел на того, кого он хотел уничтожить. Ему была все равно цена, ему была главна цель. И теперь, когда он шел на него, он нарывался на этот рожон, но он это препятствие воспринимал как что-то, что нужно преодолеть. Он хопался лапами за эту перекладину и сам нарывался на рожон. Вы здесь? Всякий раз, когда я отказываюсь идти в воле Божьей, я сам беру себя за ту перекладину, на которой я буду распинать свой успех. Я сам создаю и поднимаю бури в своей жизни и рискую быть тем, который потерпит кораблекрушение. Апостол Павел говорил о тех, которые потерпели кораблекрушение в вере. И Христос говорил Павлу, трудно, Савву, Савву, что ты идешь против меня, трудно тебе идти против, рожна. Упорство делает сердце насколько огрубелым, что усложняет возможность остановиться. Я еще раз это повторю. В послании евреям, по-моему, апостол говорит о том, что мы должны следить за сердцем своим, чтобы какой горький корень не появился и не осквернил нас и других. Что делает упорство? Оно настолько нас ожесточает, когда уже тяжело остановиться. Ты понимаешь, что, по-моему, не совсем прав. Ты понимаешь, что, по-моему, это не до конца правильно, но я нахожу много христиан в Украине, которые начинают перелистывать и много изучать Писание, чтобы найти для себя оправдание своего упорства. Они говорят, но Христос говорит, что я творю все новое, в моей жизни все по-другому. И многие подобные вещи. Еще одна из вещей. Я увидел, что непослушание в духовном росте также является причиной бурь в нашей жизни. Это отдельная, большая, может быть, тема, но когда мы смотрим, где апостол Иоанн говорит о духовном росте, дети, юноши, старцы, да? Он говорит о ра, отцы, дети, юноши и отцы, да? Он говорит о разном духовном состоянии, о разном духовном уровне. Послушайте, я нахожу многих людей в своей церкви, уже не так много, но все еще есть, кто, будучи уже по внешности старцы, им уже и к Господу идти. Но они все еще играются в машинки. Они все еще хотят соску. Они все еще ожидают, что их будет лелеять лидерство, и все, какую церковь они ищут, ту, в которой лидерство сконцентрировано на попечении людей, а не на выполнение миссии Божьей. И я не против попечения людей. И я говорю о том, что церковь создана не попекать, церковь создана достигать видения Божьей, для которого необходимо попечение людей. Так? Да, мы понимаем. Великое поручение. Вот задача для церкви. Мы здесь мобилизируемся, чтобы потом служить. И когда мы не понимаем свой духовный возраст, или не живем в соответствии со своим духовным возрастом, встречали ли вы людей, которых напрягает слово «надо»? Они говорят, как это надо? В церкви надо? Я что, на работе? Я никому ничем не обязан. Нет, надо. К свободе призваны выбрать. О каком «надо» можно говорить. Но когда мы смотрим апостола Павла, зрелого человека, он говорит, для ребенка «надо» нету. Ну вот так. Оно есть, но есть недобровольно. Это «надо» понимают родители и тренируют. А я знаю, что я должен и еленам, и иудеям, и язычникам. Я должен всем. Потому что я уже вырос к моменту брать ответственность. Понимание духовного возраста. Я осознал для себя, что когда я понимаю духовный свой возраст, тогда «надо» не напрягает, а «нельзя» не убивает во мне желание продолжать двигаться. «Нельзя» для меня это зона безопасности, а «надо» — это единственное условие моего прогресса. Без самодисциплины не будет побед. Аминь. Друзья мои, бури в нашей жизни. Бури в нашей жизни иногда приходят от нашего личного непослушания. Бури в нашей жизни. У нас есть одна сестричка. Она на самом деле инвалид с детства, при родах, ошибка врачей была, и у нее проблемы с ногами. Одинокая сосед зашел в гости. Неудачно. Не очень надолго. Но через некоторое время она обнаружила, что она беременна. И знаете, я как пастор. Она пришла с этим. И ты, с одной стороны, должен пожалеть. Врачи говорят, делайте аборт, но они говорили только лишь из-за того, что они не хотели панькаться с ней. Слово говорит — это грех. Грех первый был уже, теперь грех второй. А люди, мы же хотим легких путей. Мы хотим благодать на благодать. Благодать — сделать грех, и благодать — без последствий выбраться из греха. Некоторые именно так понимают слово «благодать». Но оно же так не всегда работает. Бог по ругаем не бывает. То есть его нельзя обмануть. И поэтому я сказал, ну, если ты сокрушаешься и каешься, аллилуйя, бери ответственность. Нет поступков без последствий. Мы сами иногда вызываем бури в своей жизни. Она решила рождать ребенка, сохранить беременность. На седьмом месяце. Казалось бы, уже слава Богу, как-то Господь устроит. Все, на седьмом месяце ребенок замирает, и она рождает мертвого ребенка. И опять вызов. И опять вопросы. Знаете, мы всегда к Богу с вопросами. Почему бы эти вопросы не задать перед? Их бы потом меньше было. Мы говорим, но ведь благодать Божья простила и покрыла. Да. Но благодать Божья, она готова вывести нас на то, чтобы нам избегать борь. Аминь. Вторая глава, 10 стих. И здесь мы видим, как Бог вывел Иону, и Он говорит эти слова. А я голосом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И сказал Господь Киту, все, хватит. Спасибо за работу. Вы плевай. И изверх. Ну, именно так было. Библия, она такая более мелодичная. Изверх. Не будем это представлять, как это было, но выплюнул в лучшем, такой более корректно. И Он, Он на сушу. Когда цели Господа достигнуты, бури утихают мгновенно. Друзья мои, сегодня мое слово к тем, кто, может быть, ощущает бурю в своей жизни, и ты понимаешь, они из-за непослушания. Нет других путей. Другая церковь не решит. Другой брак не решит. Другая страна не решит. Другая работа не решит. Ничего не решит. Пассивность не решит. Просто буду ходить. Просто буду сидеть. Просто ничего не делать. Бог в душе будет. И так далее. Масса вариантов. Одинокие будут. Буря утихает только тогда, когда глазом хвалы я прославляю тебя. И что ты просил, исполню. И буря утихает. Есть второй вид бури. И этот вид бури, он происходит радикально по другим причинам. Давайте откроем книгу Марка. Книгу Иоанна Летмарка. Четвертая глава. Иоанн Летмарка. Четвертая глава. Знакомая также история с 35 стиха. Вечером того дня сказал им, Иисус, переправимся им, ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустившие народ, взяли его с собой, когда он был в лодке. Как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так, что она уже наполнилась водой. А он спал на корме, на возглаве. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Непослушание вырождает бури. Но мы находим в Писании, что послушание также вызывают бури в нашей жизни. Мы находим, что всякий раз, когда ты выбираешь повиноваться Господу, враг будет подниматься, чтобы остановить тебя. Всегда. Посмотрите, апостол Павел из-за того, что выбрал служение Господу. Если вы читаете Коринфянам, второе послание Коринфянам, последние главы, он описывает, сколько раз его убили, сколько кораблекрушений, сутки в воде и многие-многие испытания. Враг поднимается против тебя. Но когда ты понимаешь, что ты идешь в воле Божьей, эти бури для славы Божьей. Эти бури никогда не принесут в твою жизнь поражение. В момент, когда они поднимаются, зачастую поднимается истерика. В момент, когда они поднимаются, мы будем Бога и опять к Нему с претензиями. В момент, когда поднимаются бури, мы не понимаем, мы думаем, что Бог хочет нас уничтожить. Друзья мои, давайте один раз и навсегда решим для себя. Бог на нашей стороне. Бог никогда не хочет нас уничтожить, разрушить, раздавить и разломать. Он не хочет поломать твой бизнес, он не хочет поломать твою семью, у него нет планов на твои болезни, на твое поражение. Но когда что-то приходит, оно приходит либо от непослушания, и мы должны проверять себя. В дни печали Писание говорит, что делай? Размышляй. Найди причину. Если есть непослушание. Давид говорит, если бы было беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вот в чем правда. И ты можешь гнать бесов сколько угодно, но если ты в позиции непослушания, смирись пред Господом. И Господь поднимает нас. Но когда ты в смирении, и бури приходят, тогда позволь Богу явить славу Божью в твоей жизни. Аминь. Всякий раз, когда мы поднимаемся, посмотрите, рождается Иисус Христос. Сразу же еще младенец, еще никакой угрозы. Всегда, когда Господь дает видение в твое сердце, всегда Ирод будет подниматься, чтобы уничтожить это видение еще в зародыше. Вы понимаете? Всякий раз, когда Бог говорит тебе, иди на миссию, когда Бог говорит тебе, бери ответственность, когда Бог говорит, я посылаю тебя, когда Бог говорит, я благословлю тебя, когда Бог говорит, что у Него есть планы для тебя, и когда ты слышишь пророческое слово о детях, о семье, на следующий день, через какое-то время, вдруг ты обнаружишь, как будто все против тебя, чтобы сказать, Бог это не сделает. Друзья мои, но Иисус, поднявшись, Он сказал ученикам, почему истерика? Я хотел бы, чтобы мы увидели две ошибки, которые сделали ученики. Первое, что они сказали Иисусу, тебе нет до нас дела. Как часто встречая в своей жизни вызовы, мы начинаем обвинять Бога. Я думаю, что многим из нас, друзья, и мне в том числе, иногда приходилось обнаружить в своем сердце, как сильно поднимаются претензии на Бога. Мы еще с Ним не говорили о проблемах, мы еще не позволили ему разобраться с этим, мы уже говорим, тебе нет дела до меня. Друзья мои, Бог не реагирует на жалобы. Вы знаете, мы можем Его обвинять сколько угодно, а Ему, ну Он никак, понимаете, у Него нет проблем с низкой самооценкой. Знаете, вот бывает человеку сказал, неудачно пошутил, и человеку уже надо комната исцеления, энкаунтер, разные вещи, реабилитировать, потом на чай позови, подарок сделай, пару лет на Рождество, на День Рождения, на Пасху, на Троицу, на все эти моменты обязательно какие-то сюрприз, внимание. Ты смотришь, о, оттаял, попустил, аллилуйя, человек опять начал в себя верить, с Иисусом нет проблем. Он не перестает о себе хорошо думать, он не перестает думать, что он успешен. Ну извините, что может быть я опускаю его на уровень человека, но мы, но как бы ты не можешь цепануть Бога. Знаете, мы, как это мне нет для тебя делать, да на тебе, ну, стой, там, бывают дети говорят, ты что, жлобишься для меня, да, тебе что, жалко, да мне жалко, да нет, конечно, да на, понимаете, то есть мы не можем у Бога вызвать такую реакцию. Божья реакция была, он начал ругать их, он начал говорить, так со мной не разговаривать, так не решают со мной вопросы, со мной решают вопросы верой, подними Слово Божие, вспомни, кто я, посмотри на меня правильными глазами, и ты увидишь славу Божью, и то, что я сказал, и я не передумал, от того, что я лег спать, это не значит, что я забыл о тебе. Аминь. Мы не должны сомневаться в благости Господа. Вторая их ошибка была, они сразу увидели, поднялась буря, они начали черпать, не черпается, и вдруг эти кресты, могилы, дети сироты, недоплыв, да даже и похоронить, нет, там и утонем, и они начали кричать, тебе нет дела, мы погибаем, они уже поставили, они уже определили точку своего пребывания, уже они в могиле, уже они в поражении, уже все, семьи нет, все, разводимся, у нас нет решений, то была ошибка, послушай, что Бог сочетал, то только ты можешь поломать, больше никто, даже дьявол не может разрушить твою жизнь, только ты, лично решаешь, если ты хочешь похоронить себя, это твой выбор, но никто не может разрушить твою семью, кроме твоего личного выбора, потому что если он сказал переправимся, он не говорил, давайте поплывем, он говорил, он определил, где мы должны быть, на другой стороне берега, если вы обратите внимание, перед отправлением, о чем говорил Иисус, Иисус рассказывал о притче, о сеяне словом, и он говорил, когда ты сеешь семя, оно будет атакуемо, оно будет атакуемо тернем, оно будет атакуемо неблагоприятной почвой, следи и понимай, что семя может быть атакуемо, когда Бог вложит твое сердце в видение, враг будет атаковать отсутствием денег, уверенностью в себе, неподдержкой других людей, но если Бог сказал, бури только лишь свидетельствуют, что это Бог, потому что на другой стороне, почему они туда плыли, на другой стороне есть люди, нуждающиеся в избавлении, друзья мои, нам нужно осознать, церковь, святые, когда враг разрушает твою семью, он на самом деле имел в виду не тебя, он имел в виду людей, которые должны были быть спасенными, измененными, но так как сегодня ты сам сидишь у разбитого корыта, ты уже не можешь влиять, если бы они не доплыли до того берега, тот одержимый парень, который принес спасение всей той земле, когда он сказал, ну по принципу, нашему по принципу, помните, когда он освободился, первое, что он попросил, господи, с собой забери меня, у меня была одна домашняя группа, их так уже лет, человек по 15 было, и мы начали понимать, ну нет места для новых, ну у нас дома не такие большие, квартиры люди маленькие, собраться не так легко, много в группе, да и это не очень удобно, и мы говорим, надо умножаться, чтобы приходили новые люди, они со слезами ко мне, пастор, нам так хорошо, пожалуйста, не надо, пускай новые люди идут в другую группу, пускай, мы так привыкли друг к другу, мы хотим комфорта, на самом деле, Иисус пришел на этот берег, потому что нужно было коснуться чьей-то жизни, для того, чтобы эта жизнь изменила жизни других, если бы они остановились, испугались, утонули, или бы вернулись назад, не произошло бы то, послушай, когда Бог посылает тебя куда-то, Он не просто отправляет тебя погулять, Иона был отправлен в Неневию, не просто, Иона, ты засиделся, иди погуляй в Неневии, там нужно было избавление, когда Бог призвал тебя, когда Бог дал тебе жизнь, когда Бог позволил тебе родиться в христианской семье, в которой ты не имел проблем, когда ты знаешь благодать Божию, то это не только для тебя одного, чтобы ты на небе наслаждался, есть масса людей, которые должны быть благословенными через твою целостность, вы здесь? Бури поднимаются, потому что враг не хочет, призвание приходит, враг не хочет, семьи создаются, враг не хочет, чтобы твоя и моя жизнь была благословением, бури в нашей жизни. Сегодня есть бури в Украине, и эти бури могут, как говорил сегодня брат, эти бури могут перессорить нас, и мы все вместе, просто потонем в этой пучине, или все-таки переберемся, или все-таки переправимся, и увидим славу Божью. Но ничего, что тебя кто-то раздражает, но ничего, что что-то несовершенное в этой церкви может быть, и наверняка это несовершенство в этой церкви присутствует, потому что ты здесь, но не уходи в другую, не порть другую церковь. Будет то же самое, давай разбираться, Бог призвал, двигайся, меняйся, это буря, чтобы бросить тебе вызов, перестать обвинять Бога, обвинять других людей, и ставить на себе крест. Аминь. Не поддаваться страху. Страх сильнейшее оружие. Врага. И есть третья форма, бурь в нашей жизни. Давайте откроем деяние апостолов. Деяние апостолов. Я не знаю, учитесь ли, получаете ли вы что-то, но я хочу ободрить сегодня тех, кто может быть уже сушит весла. Рано еще не приплыли. Еще не тот рубеж. Еще есть призвание от Бога, которое нужно выполнить. И даже когда ты делаешь что-то, знаете, посмотрите, ошибка Ионы не поставила на нем крест, а Бог, не соглашаясь с этим, будоражил его до момента, пока он не сдался. Бог не поставит на тебе крест, пока есть шанс достучаться до твоей жизни. Он только лишь бурю будет увеличивать, чтобы все-таки с тобой поговорить. И если тебе здесь мешают телефоны, ты весь биззи, и дела, он, знаете, в очреве Кита там нет Wi-Fi, нет сети, такая special area, где, знаете, у нас, как-то у вас с этим немножко легче, у нас во всех, если нет в ресторане или в кафе нет Wi-Fi, туда никто ходить не будет. Везде обязательно всем нужен доступ до интернета. И в одном кафе я увидел надпись, здесь нет Wi-Fi, успокойтесь, поговорите друг с другом. нам действительно нужна зона, где ничто не может нас отвлечь. Иногда эта зона называется больничная койка, иногда эта зона называется трудности на работе, когда ты уже не знаешь, как с этим всем справляться, когда ты уже не знаешь, куда бежать, уже прибежал и добежал, и дальше бежать некуда. И тогда вдруг Бог начинает говорить с нами. Иногда это наши дети, они умеют нас поставить на колени, правда? Не перед ними, но как минимум перед Богом. Мы уже стоим, Бог, все, не знаю, реально не знаю, что делать. И даст тебе направление и покажет, как коснуться сердца твоего сына, твоей дочери, твоей семьи, потому что Его воля плохая. Аминь. Третья буря. Третья буря. Деяние апостолов, 27 глава. Деяние 27, и это будет с 21 стиха. Вы знаете всю эту историю, когда апостол Павел переправлялся в Рим, будучи пленником, и в сопровождении воинов, и других пленных, ну не пленных, арестованных, да, они переправлялись на корабле, и Господь дал Павлу понимание, что не нужно им плыть, отплывать от этой пристани, хорошая, по-моему, пристань называлась, да, или не помню как, не будем сейчас сконцентрироваться на этом, но был момент, когда Павел ясно понимал, не плывем, останавливаемся. Но что часто происходит? Библия говорит, это пристань не была пригодна к зимованию, посмотрели на обстоятельства, и подумали, по-моему, лучше плыть, а голос Божий говорит, остановитесь. И Павел молодец, он сделал все правильно, он сказал, не плывем. Его не послушались, он вынужден был сесть в эту лодку, у него не было выбора остаться, значит, в твоей жизни будут моменты, когда у тебя нет выбора. У тебя нет выбора, ты оказываешься в буре по причине непослушания и ошибок других людей. Третий вид бури, это бури из-за ошибок и непослушания других людей, но мы оказываемся в них. И мы читаем с 21 стиха «И как долго не ели, уже это была буря, уже это было несколько дней, то Павел, встав посреди них, сказал, мужи, надлежало послушать меня и не отходить от Кипра». Крита. И не отходить от Крита. Это мне напоминает всегда огромнейшее искушение, я думаю, с которым встречается каждый пастор, сказать многим людям, «Я ж казав, ну я же говорил тебе». Оказывается, это библейский вариант, это нормально напомнить. Люди сердятся на это, люди не хотят такого слышать, но знаете, ты не можешь, не взяв ответственность и признать это перед Богом, я ошибся, выбраться из бури. «О, пастор, ты меня не поддерживаешь». Нет, я привожу тебя к моменту, где буря может утихнуть, осознай неправоту. И Павел говорит эти слова, «Надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только кораблю». Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Будет так, как мне сказано. Друзья мои, иногда в нашей жизни происходит буря, потому что кто-то делает ошибки. Это неотъемлемая часть, мы не можем этого избежать. Всегда можно концентрироваться на негативном, почему так долго, или на позитивном, никто не погибнет. Мы часто концентрируемся не на том, мы не ищем слова от Бога, как выйти из ситуации, в которую втянули нас другие, мы продолжаем себя жалеть. Самая страшная ситуация, когда ты происходишь, оказываешься в буре по вине других людей. это ты садишь себя в такое корыто, чтобы слезы не мочили вокруг все, и ты плачешь, плачешь, плачешь. Это хорошо, когда это как для перелива, как в ванной, да, чтобы слезы не залили всю квартиру. И люди годами, как я мог, как меня втянули в это, сколько потерял, сколько жизней, сколько лет, сколько денег, сколько того, сколько здоровья. Послушай, самозажаление ничего с тобой не сделает, никак тебя не выведет оттуда, и легче не станет. Оно только лишь обречет тебя стать жертвой, не ответом для тех, кто ошибся, а жертвой их ошибки. Послушайте меня, друзья мои, очень часто Бог позволяет своим детям оказываться в проблемах с другими и по причине других, потому что Он рассчитывает на нас, что мы будем Его голосом, Его ответом и Его решением для тех, на кого Он рассчитывает, не может, на тех, кто втягивает нас в это, чтобы, потому что Он думает не только о тебе. Друзья мои, вы знаете, что Бог думает о непослушных так же, как и о нас, но для непослушных использует нас. Поэтому очень часто мы в своей жизни оказываемся в трудных обстоятельствах, не потому, что мы сделали что-то не так, но потому, что Бог рассчитывает, что в этих трудных ситуациях ты останешься открытым для Него, послушным для Него, голосом Его, для этих людей и верой, духом веры, когда у всех депрессии, 14 дней, никто не ест, не пьет, уже никто не имеет, не представляет смысла есть и пить. Уже все себя похоронили, уже все сдались, уже некоторые мотают удочки, эти лодки точнее отматывают, не удочки, уже там рыба не ловится, они уже были готовы, кто-то Павел говорил, остановите их, потому, что Бог сказал всех, Он дарует мне. Когда мы оказываемся в трудностях, которые не мы создавали, Бог рассчитывает на нас. Знаете, можно много говорить, почему, а можно прийти к Богу, чтобы вернуться с ответом. Аминь. Сатана всегда хочет концентрироваться на буре, Сатана всегда хочет концентрировать нас на проблемах, Сатана всегда хочет, чтобы мы сконцентрировались не на воле Божьей для нашей жизни. Твоя реакция на возникшие проблемы, она решит, она решит исход событий. Я увидел здесь два важнейших вывода, которые должен сделать каждый христианин или помнить каждый христианин, который оказывается в подобной ситуации, в проблеме, не по своей вине. Первое, что мы должны сделать, мы должны простить того, из-за кого мы там оказались. непрощение никогда не сделает тебя инструментом Бога. Из-за жены я здесь, из-за мужа у меня эти проблемы, из-за мужа я дышать не могу и так далее, свободно жить не могу, из-за него у нас долговая яма, из-за родителей. Многие люди имеют огорчение и злость на своих родителей, потому что из-за них и родители мы должны это понимать, что те проблемы, с которыми мы не разберемся, мы по эстафете передаем детям с ними разбираться. Я не говорю даже о родовом проклятии, я просто говорю, бесы, которых я не победил, они придут и будут атаковать моих детей. Если я их победил, по крайней мере, детям будет дышаться легче. Понимаешь? Но вот это огорчение из-за мои родители не дали мне образования, не дали мне того, они научили меня ничему хорошему, кроме как проблем того-другого. Кто-то из братьев кинул тебя на деньги, кто-то из друзей, и ты перестал быть дружелюбным, ты перестал доверять. Пока ты не простишь, ты не можешь быть ответом для этих людей. Простить людей и не винить Бога. Люди говорят, окей, Бог, я же даю дестину, я же христианин, почему из-за своего неверующего мужа я должен страдать? До тех пор, пока ты обвиняешь Бога, ты не можешь слышать Его. Братья и сестры, это важно. И следующее важнейшее правило, важнейший принцип, никогда ошибки других людей не могут разрушить твою жизнь. Я это повторю. Никогда ошибки других людей не могут разрушить твою судьбу, если ты послушен Богу. Вспомните жену Давида, самому надо вспомнить, Авигея, которая была женой того жадного, злобного Навала, который некорректен был к Давиду. И некорректность, жестокость Навала поставила крест на его семье. И Давид Риж сказал, пойдите и уничтожьте его. Навала понимала, она не сделала ничего плохого. Но послушайте, она не озлобилась на Давида. Понимаете? Она пошла к Давиду и начала говорить, послушайте, ошибки Навала не разрушили Авигею. Наоборот, правильное поведение в трудностях вызванных мужем благословили ее еще больше. она стала женой царя, она стала женой Давида, она была благословена, ее жизнь не была разрушена. Никогда жизни других людей не могут окончательно, они могут принести трудности, но они не могут поставить крест. сегодня сегодня я хочу ободрить тебя, если ты находишься в подобных ситуациях, это не конец, это инструмент, который Бог помещает внутри тебя, который помещает в ситуацию, тебя помещая в эту ситуацию, он дает этот инструмент выхода из этой ситуации для других людей. Можно много говорить, почему Славянск, но знаете, если бы, знаете, я много задавал Бога этот вопрос, я все еще грешу вопросом, почему. Славянск, мы очень близки, знакомые с церковью, добрая весть, и я знаю, какую они огромную работу делают, вообще это особенный город в плане духовной активности, в плане социальной активности церкви, но знаете, я думаю, если бы не было там сильной церкви, жертв было бы больше, не было бы кому эвакуировать, не было бы кому кормить, не было бы кому говорить слова надежды, слова жизни, иногда Бог помещает нас в ситуацию, которую не мы создаем, но чтобы нам быть голосом, инструментом, руками Бога, устами Бога, чтобы другие не потеряли надежду. Аминь. Заканчивая свое слово, я хочу сказать очень важную мысль, бури, самые страшные, это не внешние бури, это бури, происходящие внутри нас. Это бури, происходящие внутри нас. Самое страшное не внешние обстоятельства, не вызовы извне, вызовы изнутри. И о ней нужно было бы, нужно было разобраться с бурей бунта и непослушания, эгоизма и непрощения к неневитянам. Ученикам нужно было разобраться с бурей страха и научиться доверять Богу. Друзья мои, когда мы побеждаем бурю внутри, мы из любых бурь выходим победителями. Аминь. Потому что самое главное это призвание Божие в нашей жизни. И никакая внешняя буря не остановит, кроме бурь внутри нас, с которыми мы отказываемся разбираться. Какую бы бурю ты не встретил в своей жизни из-за непослушания, из-за того, что ты идешь в воле Божией или из-за ошибок других. Мы видим в Писании, что только Он имеет намерение во благо. Аминь. Не время сушить весла, не время сдаваться, не время прятаться. Бог найдет тебя. Иона запрятался во внутреннюю каюту, куда подальше. Все пришли на молитвенное собрание, все шли на энкаунтере, все исповедовали. А тот знал, не, меня так не возьмешь. Меня этими всеми хитростями, я и не пойду. Создадут вот эту атмосферу, в которой я наобещаю Богу все, что угодно. Один человек потерял кошелек с большой суммой денег и молится Господу, Господи, если ты поможешь мне найти, пожал, он искал, 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 не мог найти, начал молиться, как всегда. Сначала мы ищем, потом, и он молился, Бог, если ты можешь, помоги, если ты дашь ответ, я тебе обещаю, я тебе обещаю, пожертвовать часть суммы из этого, я тебе обещаю, я вернусь, я разберусь с тещей, я попрошу прощения, пожалуйста, помоги. И вдруг он проходит мимо и находит кошелек, и потом говорит, о, Бог, спасибо, уже не надо, я нашел. Друзья мои, Бог нам надо в любом случае. Закроем наши глаза. Иисус, мы имеем обетование от Тебя. И поэтому мы можем ободриться, что мы переправимся на другую сторону. Давайте мы поднимемся наши ноги, давайте помолимся. Я верю, что самое главное в служении, это не само слово, а то, что слово может сделать в нашем сердце. То, что слово может сделать в нашем сердце. Закрой глаза и поговори с Господом. Поставь для себя, извините, если можно так сказать, диагноз. Какая буря в моей жизни? Если в твоей жизни есть буря с непослушанием, я хочу тебе сказать, нет других вариантов. Сдайся перед Богом. Сдайся. Непослушание не обязательно грех. Просто что-то, что Бог говорит, а ты игноришь, а ты оставляешь в стороне. Сдайся перед Ним. Закроем все глаза. Анализируем свое сердце. Друзья мои, давайте анализируем свое сердце. Мы здесь пришли не просто услышать слово ободрения, мы пришли услышать, пережить от Бога работу в сердце. Мы здесь, чтобы Дух Святой изменил, произвел перемены внутри нас, чтобы Дух Святой нас вывел и направил нас дальше. Боже Святый, мы здесь, сейчас с Тобой, перед Твоим лицом. Я молюсь за собрание, которое здесь, за каждого брата-сестру, за каждого, кто смотрит нас, за каждого, кто будет смотреть эту запись. Боже Святый, я молюсь за тех, кто переживает в своей жизни буря, потому что не повинуется, потому что бежит, потому что понимает, что должен, но не хочет, понимает, что надо, но не решается, понимает, как правильно, но остается в упорстве своем. Господь, если эти люди зашли уже далеко, не имеет значения для Тебя, Ты достучишься до каждого. Но я прошу Тебя, чтобы это случилось раньше, чтобы это случилось сейчас. Я молюсь за тех, если Ты здесь сейчас, если я Тебе говорю, начни говорить Господу, Боже, это я, это я в непослушании, это я упорство, это я стою в стороне, это я пока еще не сделал этот шаг. Может быть, ты еще вообще сегодня здесь первый раз, может быть, не первый, но твои отношения с Богом стали далекими. Эти бури не прекратятся, пока ты не скажешь, Бог, войди в мое сердце, Бог, прости, Бог, сдаюсь, возвращаюсь, возвращаюсь, как блудный сын, возвращаюсь, возвращаюсь, Боже, я сейчас провозглашаю возвращение блудных сынов, возвращение детей Твоих, возвращение тех, которые ушли, возвращение тех, кто хлопнул дверью, возвращение тех, кто сказал, я разберусь сам, я молюсь мой бог пускай ты придешь к ним и пускай все вокруг служит их сердцу бури неверующие люди кит чтобы это не было пускай все вокруг служит их сердцу чтобы не позвали к тебе и прославили имя твое и сказали исполню исполню волю не буду бежать не буду думать только себе не буду только себя обогащать не буду только концентрироваться на своей жизни начну жить для тебя принимаю вызов от господа принимаю твою судьбу господь посвящаю себя на твое призвание я молюсь отец о возвращении я молюсь отец о народе твоем который поднимается как сосуды в твоих руках которые поднимаются как голос твой в этом обществе боже чтобы не небе была спасена чтобы те люди которые ждут ждут послушных сынов которые придут и принесут весь спасение которые придут и благословят их жизнь боже святый я прослушаюсь сегодня на этом собрании возвращение сынов возвращение сынов твоих церкви твоей которая послушна церкви твоей который идет в твоей воле я благодарю тебя что это именно такая церковь я благодарю тебя отец за тех через сердце ты касаешься и пускай сегодня это будет толчок пускай сегодня это будет момент когда ты находишь находишь настоящего иону находишь настоящих служителей твоих встречаешь савлов и даешь им миссию для их жизни и они уже не идут против вражна и они уже не упорствуют как сыны кореи они выбирают быть готовыми платить цену выбирают страдать ради евангелия они оставляют младенчество они оставляют плотское христианство они берут ответственность они поднимаются как мужи божьи они поднимаются как женщины божьи которые знают для чего живут которые уже не ссорятся о предназначе принадлежности которые не разбираются уже кто павлов кто полосов но кто берет ответственность и служит и мир изменяется через их служение боже я благодарю тебя благодарю тебя за этот вызов во имя иисуса китарабра сонта лори карабра щиде ребра сан леди лабра керабра баба баба барабра шайде лобри керебасая риджей зиблор и керебросы тия дуг святой дуг святой послужи этим сердцам друзья мои еще несколько минут я я верю что господь хочет послужить каким-то людям тем кто понимают сегодня тот день когда тебе нужно сделать этот шаг позвать богу тот день когда ты должен сказать бог что обещал исполню что обещал исполню я хочу чтобы мы просто послужили таким людям если ты ездить подними свою руку если тебе говорю я знаю что это немножко может быть дискомфортно но когда ты возвращаешься тебе все равно когда ты понимаешь что время менять тебе все равно если есть такие люди я прошу я хочу увидеть их я вижу вас я хочу молиться за вас если наверно будет хорошо если мы можем помолиться за вас если вы можете выйти вперед я верю что не там может быть это не так много но но если ты чувствуешь что от тебе было ты тебе нужно разобраться со своим непослушанием разобраться со своим непослушанием разобраться со своим непослушанием тебе нужно упорядочить какие-то вещи свою жизнь я хочу молиться тебе если ты есть здесь дух святой дух святой послужи послужи Дружи, Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Ты прикоснулся к сердцам во имя Иисуса. Там, где они есть сейчас, те, кто поднимали свою руку, я молюсь там, где они сейчас на своих местах, пускай Дух Святой прикоснется во имя Иисуса Христа. Возвращение. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь. Боже, я также молюсь за тех, кто имеет в своей жизни бури, потому что послушан Тебе, и было желание остановиться, и было желание остановиться, потому что понимали, что есть противостояние. Ободри, ободри, ободри. Я также молюсь за тех, кто оказался в трудностях по причине других людей, особенно Боже. Боже, я молюсь, дай им увидеть, как они могут говорить в эту ситуацию, как они могут быть ответом Твоим в той ситуации, где они находятся во имя Иисуса Христа. Я молюсь за тех, кто чувствует себя, что стал жертвой непослушания других людей, обстоятельств, каких-то моментов, которым они не причастны, но это оказало влияние на их жизнь. Ободри, Дух Святой, ободри, Дух Святой, дай им Слово для этих людей, дай им Слово ободрения, Слово спасения во имя Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе. Боже, каждый из нас, встречая бури внутри себя, научи нас справляться с ними. Бури страха, бури непрощения, которая скруживает голову, и мы не можем думать адекватно, реагировать. Боже, я молюсь за бурю непослушания. Молюсь, Господь, за бурю отчаяния, разочарования, которые просто людей поглощает и останавливает во имя Иисуса. Пускай Слово Твое сегодня освободит каждого, чтобы продолжать свое путешествие в исполнении призвания Божьей на своей жизни во имя Иисуса. Весь народ скажет Аминь. Пусть никакая буря не остановит. Исполняй волю Божью там, где Ты есть. Слава Богу! Благослови Вас, Господь! Благослови Вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова